Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Поговорим сегодня о защите смородины от болезней и вредителей в период формирования ягод, когда урожай уже на кусте и практически готов к сбору. К сожалению, несмотря на различные наши усилия, иногда кусты смородины все равно подхватывают опасные болезни, такие как мучнистая роса, а также начинают повреждаться тлей уже в период, когда ягоды находятся в стадии созревания, уже окрашиваются в черный цвет, ну или если это красная или белая смородина, то в цвет, характерный для данных видов. Что же делать? Сплошная обработка растения невозможна, ведь любые растворы попадут сюда на ягоды. В том случае, если вы используете биологические препараты, например, бактоген на основе синой палочки, в этом случае вам бояться нечего. И, пожалуй, в таких случаях, когда урожай уже на кустах, а болезнь пришла, и надо как можно быстрее ее уничтожить, эту болезнь купировать, прекратить ее распространение, потому что в противном случае она, пока дождетесь вы полного созревания ягод и уборки урожая, может поразить весь куст. Чем быстрее вы начнете борьбу, тем лучше. Так вот, если вы используете биологические средства защиты на основе синой палочки, в этом случае вам бояться нечего. Можете полностью обрабатывать ваш куст, и попадание его, этого препарата на ягоды, совершенно не опасно. Но иногда бывает так, что необходимо применить и более тяжелые способы. О способах борьбы с настоящей мучнистой росой смотрите в наших выпусках на канале про цветок, на примере крыжовника. Эти способы также годятся для смородины и для других растений. Что же делать, если надо обработать, а на кусте ягодки? Кроме того, здесь на некоторых верхушках может появляться тля. Конечно, некоторые советуют просто брать и обрывать эти верхушки. Но не всегда это является эффективным, потому что на самом деле на верхушках также формируется значительное количество почек, которые в следующем году дадут приросты, на основе которых сформируется также и урожай. Я вам советую, конечно, этот совет применим в том случае, когда у вас не больше, чем несколько десятков кустов, когда у вас большие посадки, почти промышленные, этот способ практически не применим. Но вот в таком случае, когда это много-много кустов единичные, например, заболели, этот способ вполне применим. Вы можете делать локальное такое купание верхушек, на которых обнаруживаются признаки поражения мучнистой росой или тлей в соответствующих растворах, которые вы готовите. Техника очень проста. Наливаете в банку раствор, это может быть и щелочной настой золы, в том случае, если вы используете его для борьбы с мучнистой росой. Или это может быть мыльно-масляная эмульсия, или что-то еще для борьбы с тлей или той же мучнистой росой, потому что и в тех, и других случаях это мыльно-масляная эмульсия, и мыльно-сывороточная эмульсия хорошо работает. Вы просто берете пораженные верхушечки и купаете, опускаете в этот раствор. На самом деле, за непродолжительное время можно обработать почти целый куст. Ну вот, очень много этих верхушечек. Ну вот еще у меня здесь две внизу есть. Ну вот эту еще обработаю, вот эту еще обработаю, и еще несколько для профилактики. Вот посмотрите, у меня этот куст растет уже под тенью тетраплоидные лычи сорта комета. И, конечно, это неблагоприятный фактор для размещения этого куста. Он был здесь размещен ошибочно, потому что именно в тени, именно вот здесь, возле крупного дерева, когда оно подсасывает и питательные вещества, и воду, потому что оно работает как насос, и дает тени, формирует те самые благоприятные условия отсутствия хорошего проветривания куста, которые характерны для поражения мучнистой росой. Конечно же, он отсюда будет убираться, но если у вас кусты хорошие, которые вы не планируете убирать, поражаются, сделайте вот такой раствор, обработку такую локальную, и на период до снятия ягод вы, по крайней мере, сдержите и распространение тлей, и распространение мучнистой росы. После снятия урожая, конечно, надо будет сделать и борьбу с заболеваниями и вредителями, и профилактику против различных заболеваний и вредителей на смородине, но это уже будет другая история после сбора ягод. А сейчас, если это беда у вас, то сделайте так, как я вам показал. Это сохранит и вам здоровье, потому что не будет попадания растворов на ягоды, и ведь и ребенок может схватить эту ягоду, понимаете, если у вас дети есть, бегают, схватил, съел. Поэтому надо использовать вот такие щадящие методы, которые иногда могут оказаться и трудоемкими. Однако это возвращается с торицей. Поэтому оставайтесь здоровыми, держите свой сад в здоровье. Желаю вам большого процветания с каналом Процветок. На этом прощаюсь с вами. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok